Всем привет! Сегодня пятница, последний день на нашей рабочей неделе. Наконец-таки пришли выходные, два дня, которые мы можем уделить себе и не только работе. Сегодня мне пришла в голову такая мысль узнать, сколько же действительно нас, русскоязычных или, так сказать, носителей русского языка, живет в Германии. По большому счету, если так покопаться, в интернете можно найти много, но не знаю, верны ли это данные. Вот что говорит статистика Германии. С 1950 года в Германию прибыло около 4,5 миллионов немецких переселенцев. Я задал себе вопрос, 4,5 миллиона прибыло из Советского Союза? Нет, наверное, скорее всего, это люди, которые когда-то жили в Германии и бежали от войны, а потом, после войны, в 1950 году, возвращались сюда, назад. Большой же поток поздних переселенцев был с развала Советского Союза, можно сказать, с 1990 года по 2012 год, за эти 22 года в Германию прибыло 1 миллион 450 тысяч переселенцев. В эти же годы, с 1990 года по 2012, около 250 тысяч еврейских иммигрантов также переселилось в Германию, которые впоследствии, многие из них уехали в Америку, некоторые переехали в Израиль. Ну, соответственно, остальная часть этих прибывших осталась здесь. И статистика, которая показывает, сколько в процентном соотношении занимает выходцы из России, это 9%. А еще 6,9% это выходцы из Казахстана. И эти две страны, Россия и Казахстан, занимают третье и четвертое место после Турции и Польши. То есть практически по населению Германии, по, я имею в виду, по эмигрантам, то есть которые въехали с других стран, таких как Турция и Польша, мы находимся на третьем-четвертом месте среди иностранцев. Ну, я имею в виду поздних переселенцев, они не иностранцы, они сразу получают немецкие паспорта. Мы же уже живем 22 года с русскими паспортами, потому что нам нет возможности выйти из российского гражданства. Что я еще обнаружил, что в Германии живут и другие национальности. Около 200 тысяч азербайджанцев. Причем только 17 тысяч живет в Берлине. И что интересно, тут в этой статье, и эта статистика показывает, что эти азербайджанцы въехали через Турцию. Что я и хочу сказать братьям-азербайджанцам, не едьте из Азербайджана прямо сюда в Германию, а езжайте через Турцию. Это, наверное, верный путь будет остаться тогда в Германии. Поскольку знаю по ненаслышке, многие азербайджанцы, которые въехали в Германию как беженцы, были отправлены назад или высланы. Еще кавказский народ, который живет в Германии, это армянские переселенцы, эмигранты. Первые эмигранты, которые переселились в Германию, это случилось в 1915 году, которые бежали от погромов. Но впоследствии многие, разумеется, покидали Германию, многие оставались. Но в этой статье написано, что армянскую диаспору создали те люди, которые якобы после Второй мировой войны бежали. Я имею в виду после Второй войны пленные солдаты, и, соответственно, русские пленные солдаты бежали на оккупированные территории Германии американцами и не вернулись назад. То есть, получается, я не хочу обвинить армянский народ в предательстве или еще чем-то обвинять. Мы не можем судить, что было тогда в этом хаосе. И я думаю, что все прекрасно знают, чем закончилась для пленных ихняя судьба в Союзе, когда они вернулись. Поэтому судить не нам их судить. Вот такие вот дела. Ребята, хочу всем пожелать хороших выходных. В Германии не совсем хорошая погода. Ожидается холода. Завтра обещали, что пойдет снег. Но я думаю, эти холода мы переживем, поскольку на следующей неделе опять 20 градусов. Желаю всем здоровья, счастья. И еще раз хороших-хороших выходных. На следующей неделе работать 4 дня. И это уже тоже радует. Пока.